Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о китайском партийном автомобиле и запрете для чиновников. В Китае есть компартия, а у компартии есть руководители. Они направляют китайский народ на истинный путь и строят грандиозные планы. Руководители Поднебесной решили, что негоже им ездить на официальных мероприятиях, на всяких мерседесах и прочих Ауди. Начальству понадобился свой, китайский представительский автомобиль. Ясное дело, что смотрели они на опыт СССР, где был ЗИЛ. Почтим его память вставания. Так появилась марка Хунци, что в переводе значит «красный флаг». Флагманской моделью бренда стал седан L5, оснащенный 12-цилиндровым атмосферником мощностью 408 лошадиных сил. Он построен на платформе Toyota Land Cruiser 200, точнее на его раме и некоторых агрегатах. Ясное дело, что в свободную продажу автомобиль не поступил, опять же по аналогии с ЗИЛом. Говорят, что пользуясь связями в определенных кругах, купить его было можно, но народ смотрел косо, особенно учитывая тот накал борьбы с коррупцией, который есть в Китае. Но деньги в казну должны поступать, поэтому компания FAF, которой принадлежит Хунци, решила пустить огромный седан в свободную продажу. На общедоступный партийный автомобиль будет устанавливаться турбо-восьмерка объемом 4 литра и мощностью 380 лошадиных сил. Обойдется он китайскому богачу в жалкие 580 тысяч долларов. Это очень сильно дороже немецких аналогов. Но купивший этот автомобиль частник наверняка станет в глазах окружающих настоящим патриотом, а не коррупционером. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ. Делает он это часто, но не так часто дело касается автомобилей. Своим указом Дмитрий Анатольевич строго запретил чиновникам высшей категории арендовать или брать в лизинг автомобили мощнее 200 лошадиных сил. По словам председателя правительства, сейчас не самые лучшие времена, чтобы подобным образом тратить государственные деньги. А аппетиты пора поумерить. То же самое коснулось и услуг такси. Видимо, теперь большие начальники будут ездить, как все, на желтых солярисах в шашечку. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.